МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Магомед Шабанов, в свою очередь, заверил, что общественно-политическая ситуация в муниципальном образовании находится под контролем, а руководство района в своей деятельности опирается на приоритетные проекты развития республики. Рамазан Абдулатипов также встретился с главой Буйнакска Гусейным Гамзатовым. Основными темами обсуждения стали современное состояние и перспективы развития муниципалитета. Промышленность надо развивать в городе, надо привлекать предпринимателей. Никто в Буйнакс деньги не вложит, кроме наших дагестанцев. И надо включаться в федеральные программы. Надо базовые предприятия хоть какие-то создавать. А дальше уже можно туда привлекать федеральные деньги. Затронув вопрос выполнения мероприятий в рамках приоритетного проекта обеления экономики, глава Дагестана акцентировал внимание на усилиях местных властей по актуализации земельных участков, объектов капитального строительства, показатели, по которым в 2014 году составили в городе 15,63% соответственно. Гусейн Гамзатов, в свою очередь, проинформировал руководителя региона о том, что еще около половины земельных участков предстоит поставить на учет в налоговых органах. Под руководством первого вице-премьера Анатолия Карибова и министра экономики Раюдина Юсуфова были обсуждены вопросы неформальной занятости населения. Предваряя обсуждения, Анатолий Карибов напомнил о том, что работа в данном направлении ведется по поручению главы Дагестана с начала текущего года. Во всех муниципалитетах сформированы соответствующие комиссии, составлен план, в рамках которого предпринимаются меры по снижению неформальной занятости. Республиканский молодежный центр занятости «Успех» Министерства труда и социального развития Дагестана, который функционирует с сентября 2014 года, на сегодня трудоустроил более 440 молодых дагестанцев в возрасте от 18 до 30 лет и 15 беженцев с Украины. Как отметил начальник отдела информационного обслуживания молодежи центра Эльза Чубанова, они реализуют ряд проектов и государственных программ занятости, которые призваны создать благоприятные условия интеграции молодежи на рынок труда, создание экономических, правовых и организационных механизмов для обеспечения занятости молодых людей. Центром занятости «Успех» подписано соглашение о сотрудничестве и проводятся мероприятия по трудоустройству молодежи со многими крупными предприятиями и реализующимися в республике инвестпроектами, такими как Каспийский завод листового стекла, Агромир, СПК Нива, АПК Экопродукт, Агрико Северный Кавказ, Дагагра Комплекс, завод железептонных изделий, Стройдеталь, Дагипс, дагестанские новые технологии, концерн Кэмс, Мараби. На сегодняшний день РМЦЗО «Успех» готов предложить более тысячи вакансий. 40 человек на данный момент проходят обучение на заводе концерн Кэмс с последующим трудоустройством в филиале завода в Каспийске. Также 40 человек проходят обучение на заводе железобетонных изделий Стройдеталь с последующим трудоустройством. В данный момент Центр устраивает встречи в вузах и СУЗах Республики, формирует отряды для отправки на сезонные работы по сбору урожая. Также Центр набирает группу для отправки на всероссийскую студенческую стройку «Мирный атом» в Челябинской области. Каждый желающий вступить в трудовые отряды и работать в свободное от учебы время может обратиться в Центр, желательно в ближайшее время, так как в данный момент уже идет формирование отрядов. В учебно-методическом Центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям подвели итоги республиканского смотр-конкурса «Лучший учитель. Основ безопасности жизнедеятельности». По результатам первого этапа в следующий практический тур, который проходил в Гунипском районе, вышли 15 конкурсантов. Здесь участников ждали настоящие испытания, ведь им пришлось жить в полевых условиях, в палатках. Педагоги продемонстрировали мастер-класс по сборке и разборке автомата, состязались в стрельбе, отвечали на вопросы спасателей дагестанского поисково-спасательного отряда МЧС России, тушили условные пожары и оказывали помощь пострадавшему. В итоге победителем был признан учитель средней школы номер 5 города «Дагестанские огни» Сейфула Пашаев. Свободные путешественники из Москвы Сергей Новиков и Александра Калашникова побывали в нашей республике с целью знакомства с традиционной культурой. О своих впечатлениях они поделились с нашим внештатным корреспондентом студенткой отделения журналистики ДГУ Марии Ибрагимовой. У кого остановились? Когда мы только еще собирались ехать, я написал своему тогда еще заочному знакомому товарищу Багдату, активисту Hospitality Club и Couchsurfing, клубов гостеприимства, которые охватывают весь мир. Багдад дал добро, приезжайте, покажем, расскажем. А дальше уже все пошло как бы по такой накатанной колее. Какова основная цель путешествий для вас? И что изменилось в вашей жизни благодаря путешествиям? Вопрос настолько философский и глубокий, что об этом можно рассуждать несколько часов к ряду. Я постараюсь сказать, как можно короче. Прежде всего познание, человек едет, видит мир своими глазами, узнает не только людей, мир вокруг, но и самого себя. И через это приходит к пониманию, что мир-то в общем-то добрый, отзывчивый, и смотря в зависимости от того, как к нему относиться, он тем же тебе и ответит. То есть человек едет и понимает, видит мир своими глазами и осознает, что он несколько другой, чем его показывают в новостях. Если бы какое-то агентство, какой-то телеканал начинали бы сообщать, сколько самолетов за этот день не упало, сколько старушек счастливо перешли дорогу, и что у миллионов людей в этот день все было хорошо, никакая лента бы этого не выдержала, она просто бы лопнула от переизбытка информации. Поэтому некоторые новостники, некоторые целые новостные каналы стараются просто набить ленту больше жареными фактами. Простой человек смотрит, и если не пропускает эту информацию через сито, если не подходит к ней критически, то действительно начинает этому верить и через это бояться. Вот путешествие как раз, на мой взгляд, служит прививкой против такой боязни. Цель путешествия, прежде всего, для меня – это смена обстановки, моральная разгрузка, разрядка, и возможность действительно посмотреть, как живут другие люди, чем они отличаются от нас. Потому что действительно все это не прочитаешь, по телевизору не увидишь. Есть вещи, которые сохраняются где-то только в одном месте. И даже вот, например, когда мы были в Махачкале, мы спрашивали, вот нас с Сергеем очень интересовали водоносные кувшины. Мы спрашивали в музеях Махачкалы, есть ли это сейчас, используется ли они. Все в один голос говорили нам «нет, нет, нет, это уже давно ушло в прошлое, такого нет». Когда мы приехали в Лакские горы, мы обнаружили, что люди хранят у себя дома эти кувшины, и, мало того, ходят с ними за водой. Конечно, таких интересных вещей, наблюдений, больше нигде, как на своем опыте, не почерпнешь. Поэтому, конечно, очень интересно ездить, смотреть, переключаться. Есть над чем подумать, когда возвращаешься домой. Я надеюсь, вы к нам еще приедете в гости. Мы вас очень ждем, особенно летом. Спасибо. Мы тоже, надеемся, мы еще не все посмотрели. Новости культуры. Более 20 ансамблей станут сегодня участниками 8-го республиканского фестиваля семейного художественного творчества «Семья Дагестана» в Серго-Калинском районе. Мероприятие приурочено к Международному дню семьи, который отмечается сегодня, 15 мая. Отмечу также, что фестиваль проводится Республиканским домом народного творчества при поддержке муниципальной власти с 2002 года. В Серго-Калинском районе развитию традиций семейного художественного творчества придается очень важное значение. Почти во всех селах действуют семейные ансамбли. Байзат Хамидова сыграет за сборную России на пятом этапе мировой серии по регби-7 среди женских команд, который пройдет с 15 по 16 мая в Лондоне. Отмечу, что на этапе в Великобритании сборной России на групповой стадии предстоит сыграть с хозяйками поля – канадками и южноафриканками. Женские веса впервые будут представлены на международном турнире по боксу памяти выдающегося государственного и общественно-политического деятеля Дагестана Магомед Саламо-Умаханова, который пройдет с 6 по 13 сентября в Каспийске. Такое решение приняла Федерация бокса России в целях популяризации и развития женского бокса. Поэтому на Умахановском турнире будут боксировать женщины в трех олимпийских весах. И о погоде по сообщению Дагестанского гидромедцентра сегодня по районам Дагестана туман, в горных районах местами дождь, гроза. Ветер юго-восточный 7-12, в горных районах западный, юго-западный 5-10 метров в секунду, при грозе до 15. Температура воздуха 20-25 тепла, по Приморским районам 17-22, в горах 10-15, местами до плюс 20. В Махачкале сегодня переменная облачность, ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду, температура воздуха 18-20 тепла, температура воды в море 15 градусов. На этом наш утренний выпуск завершен. Мы следим за развитием событий. Хорошего дня и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова